Здравствуйте, я Алик из Саратова с братом Рафиком. Немножко маленько овощи, фрукты торгуем. Ну, такой у нас бодрячок в погод, когда хода немножко сыра стала. Вот, я всё знаю, во всём разбираюсь, в каждую вещь вникаю. Ещё у меня есть жена Этери. Она стала телеграмм читать, много вопросов мне задаёт, чтобы тоже всё знать. Этери, что ты там вычитала и спросила меня? Алик, я слыхала, там что, за Георгиевскую ленточку штрафовать будут, что ли? Нет, 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 не шуми ты, неправильно ты поняла. Не за Георгиевскую ленточку будут штрафовать, а за осквернение Георгиевской ленточки будут штрафовать. Потому что Госдума приняла уже во втором чтении закон, где за осквернение Георгиевской ленточки полагается штраф для юридических лиц до 5 миллионов рублей, для физических лиц до 3 миллионов рублей или на тюрьму тоже можно поехать. На три годика, вот, да. За осквернение Георгиевской ленточки. Бедный, бедный, несчастный россиянчик. Как мне его жалко. Этот человек вот просто задрюченный, замордованный. Он заблудился уже в этой житухе. Он уже не знает, что к чему, куда, зачем, где белый, где черный. День с ночи уже попутал, он бегает по магазинчикам, суетится. Самую дешевую еду покупает по акции, по скидкам. Это данные ритейлера, да. Вот так живет этот несчастный россиянчик. А тут еще к нему вдобавок. Вот это государство, понимаешь? Оно как вот злая мачеха, как самодур-тиранотец вечно пьяный. Как секта какая-то. Слушай, шаг вправо, шаг влево. Кто не то сказал, не тот ответил, не так подумал. И штраф, 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 штраф. Вот за все, что угодно. Вот понимаешь, бедный россиянчик со всех сторон зажат. Слушай, да, вот теперь за Георгиевскую ленточку. Как это понять? Где оскорбить? Это просто, ну это полоска ткани. Оранжево-черная, по-моему, даже в Китае произведенная. И вот не дай бог россиянчик что-нибудь здесь сделает. Не так, не туда повяжет, не туда сделает. Его оштрафуют, бедолага. Короче, не знаю, ребята, как там вы будете что делать, да. Но я уже велел и строго-настрого приказал Этери, Рафику, дяде Гамлету тоже сказал. Чтобы к этой Георгиевской ленточке даже близко не подходили. Вот понимаешь, я не буду к ней даже. Вот увижу, я отвернусь, даже смотреть на нее не буду. А то вдруг я ее каким-то образом своим взглядом оскверну и буду. Три миллиона рублей платить, это квартира в Саратове стоит. Не надо мне не такого счастья, лучше ее не будет близко со мной нигде ни в каком виде.